Наблюдается значительный прогресс в качестве образования в области. Сейчас специалисты сосредоточились на решении проблем аварийных и трехсменных школ в регионе. Дефицит кадров и очередь детских садов также находятся под жестким контролем. На сегодняшний день в регионе 11 образовательных объектов учатся в три смены. Четыре школы требуют капитального ремонта. Подробнее расскажет моя коллега. Обострившаяся во всем мире пандемия коснулась и сферы образования. В период вспышки коронавируса учащиеся обучались в онлайн и оффлайн форматах согласно постановлению главного санитарного врача. Традиционные занятия не прекращались только в небольших компактных школах в отдаленных селах. Были созданы все условия для обучения детей в домашних условиях. Были обеспечены планшетами, компьютерами, роутером и другой информационной техникой. Ежегодные олимпиады, научные проекты и другие соревнования и мероприятия, в которых принимают участие учителя, организованы в различных форматах, в которых приняли активное участие учителя и дети нашей области. Одно из лучших достижений прошлого учебного года – второе место в Республиканской олимпиаде. При этом призовые места заняли около 40 из 71 учеников. Олимпиада прошла в новом формате – по принципу «один ребенок, один компьютер». Это была большая радость для нас. В рамках дорожной карты на 2021-2023 годы начатый ряд работ. Однако есть проблемы. В области Остры стоит вопрос четырех аварийных, одиннадцати трехсменных школ. До 2025 года в регионе будет завершено строительство 48 школ. Благодаря этому постепенно будет решаться вопрос трехсменного обучения. Как известно, Траусская область заняла второе призовое место. Ведь именно с помощью программы «Дневник» наши родители, ученики, учителя в совершенстве владеют современными технологиями. Поэтому мы используем его и сейчас. Сейчас прием детей в детский сад и первый класс осуществляется через специальные платформы. Это, в свою очередь, накладывает ограничения на коррупцию и внеочередные зачисления. В образовательных учреждениях не хватает квалифицированных кадров. К примеру, сейчас ощущается нехватка учителей математики, физики и русского языка. Отметим, что сегодня в 199 школах региона обучается около 138 тысяч учащихся. Продолжение следует...